Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Андрей Хавратов, автор и создатель Академии частного инвестора, профессиональный инвестор. И сегодня я записываю это необычное видео, потому что у меня в гостях человек, который предлагает на рынке инвестиционного бизнеса очень интересные инструменты инвестирования. И зовут его Александр. Александр, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Глебов. Я являюсь представителем компании технологии развития инвестиций. Наша компания занимается добычей полезных ископаемых, в частности это золото и медный концентрат на территории республика Замбия в Африке. На данном этапе мы рассматриваем предложение по привлечению частных инвестиций. Для этого и обратились в вашу академию. Благодаря Андрею, мне есть возможность рассказать о своем проекте. Александр, у меня тогда по ходу, скажем, я уже немножко вник в проект, достаточно интересный проект. Есть ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Первое, компания где зарегистрирована? Компания зарегистрирована в Гонконге. Это компания, которая непосредственно технологии advances investment, которая занимается привлечением инвестиций. А также компания зарегистрирована в республике Замбия, которая является обладателем лицензии и владельцем участков. И та, и эта компания, мы являемся владельцем нее. То есть и компания гонконгская, и зомбийская компания являются владельцами? Владельцы являемся я со своими партнерами, то есть нашей компанией. То есть правильно я понимаю, что вы не продаете какое-то эфемерное золото, какие-то эфемерные слитки, а реально это добыча золота и продажа золота непосредственно покупателю? Мы являемся добытчиками и продаем только продукт тот, который мы добыли сами. Мы не занимаемся перепродажей, мы не занимаемся продажей слитков. На данном этапе мы работаем в Африке уже три года и провели огромную работу, то есть мы проводили изыскания, первичную геологоразведку провели, и на данном этапе мы готовы уже ставить оборудование по добыче, то есть проводить добычу руды, а также медного концентрата, изготовлять фабрику по изготовлению медного концентрата. У нас два направления, оба эти направления очень перспективные, являются высокорентабельными в плане зарабатывания средств. Поэтому мы хотим предложить этот способ заработка слушателям академии, в первую очередь, а также людям, кто желает увеличить свой капитал и обеспечить рост своим средствам. У меня тогда вопросы сказали заработок и, я так понимаю, инвестиции. То есть в вашем проекте можно и проинвестировать деньги с целью получения прироста капитала и дивидендов, я так понимаю, и можно еще тем людям, которые активисты, там допустим интернет-предприниматели, люди, которые блогеры, может быть инвестиционные, они могут вас рекламировать и за это получать какой-то доход. Да, у нас есть способ так называемых диванных инвестиций, это вложенные средства, на которые в зависимости от этапа вступления в проект будут увеличены до 200% плюс получение инвестиций в районе от 120% годовых. То есть это получение дивидендов. То есть это именно не перепродажа акций, а получение дивидендов. Нет, это просто получение дивидендов. То есть, грубо говоря, ты сидишь на диване, проинвестировал деньги, вы добываете золото, продаете, имеете прибыль, этой прибыли делитесь с теми инвесторами, которые вас пригодятся. Да, эти инвесторы, инвесторы, вложившие средства, они являются дольщиками компании. То есть мы не представляем чужих проектов, мы представляем только свои проекты, то есть те, которые мы полностью контролируем. И наши участники, инвесторы, они получают долю в компании. Доля компании выражена в чем? В акциях. В акциях. То есть акции компании, гонконгской компании? Акции гонконгской компании, которая является владельцем 50% компаний, добывающих в Замбии. То есть компания, которая находится в Гонконге, она владеет 50% акций, это компания, которая в Замбии. Да, да. И соответственно, акции продаются компанией в Гонконге. По соглашению с нашими, так как начинался этот бизнес уже 3 года назад, уже вложены средства. То есть сейчас мы заходим не с нуля. Было вложено на сегодняшний момент более 750 тысяч долларов. Это в изыскании, это в осуществлении подготовительных работ, юридическая практика, лицензии, закупка необходимого оборудования на этих этапах. И на сегодняшний момент мы находимся на таком отрезке бизнеса, что готовы начать добычу. Для этого нам необходимы средства, то есть купить необходимое оборудование. Чтобы добывать золото. Чтобы добывать, да, золотую руду и обрабатывать ее. Именно для этого вам необходимо средства в какой, скажем так, в каком размере? Вообще стоимость проекта 7,5 миллионов долларов. Из них 10% вы проинвестировали в свои деньги сейчас? То есть мы проинвестировали уже за более 10% и далее тоже будем инвестировать. И методом краудинвестинга мы будем привлекать 5 миллионов, около 5 миллионов долларов. Около 5 миллионов. То есть вам необходимо около 5 миллионов для того, чтобы запустить проект? Да, это те средства, которые мы отдаем, как возможность заработать людям. Вопрос еще раз. Как заработать людям на чем? Мы будем заработать на дивидендах, а также мы даем возможность заработать людям в процессе сбора средств путем продвижения проекта, путем получения реферального вознаграждения. И еще такой тогда вопрос. Предположим, завтра пришло много частных инвесторов и через 3 месяца вы получили эти деньги. Через сколько после полученных денег необходимо произведет запуск проекта? Начнем с того, что деньги мы не будем ждать сбора полностью средств. По мере поступления средств мы будем вкладывать и закупать необходимое оборудование. То есть на момент полностью готовности предприятия это будет идти параллельный сбор средств и строительство и подготовка к запуску фабрики. Зависит это, сроки зависят от, ну во-первых, в априке есть такой сезон дождей, когда размываются дороги и за счет этого срок может перенестись там 3 месяца. То есть срок осуществления проекта один год. Он максимум извинцевый. То есть, грубо говоря, 5 миллионов, если по 500 тысяч каждый месяц, предположим, приходит, то вы в графике и через год вы запускаете этот проект? Да, через год люди уже начинают получать дивиденды. Через год дивиденды получают? Да, начинают получать дивиденды. Через год, как только вложили, фабрика открылась, идет добыча, с первой добычи уже начинается? Да, сейчас уже распределение дивидендов. А дивиденды вы будете выплачивать как ежемесячно, ежеквартально, каждый пункт? Ну, для удобства ежеквартально удобно. Ну, и можно по, этот вопрос еще обсуждаемый, для удобства людей, то есть кто-то хочет получать там раз в 3 месяца. Хотя я считаю и так, если при вложении 5 тысяч долларов, дивиденды будут достаточно для проживания нормального. И дивиденды годовые, еще раз переспрашиваю, говорили на уровне 120%. От 120%. От 120%. То есть это не хорошо. 120% это минимум. Минимально. Хорошо, а чего будет зависеть выше, допустим, если вдруг получается выше доходность, за счет чего она зависит? Потому что ведь это с золотом, насколько я знаю, золото сейчас там падает в цене, там, ну, сейчас поднялось, там, 1200 производителей плачут, что если ниже 1300, 1100 пустится, мы закроем заводы, не будем ничего производить. Насколько это, вот этот миф вы можете как-то развить? Я думаю, что производители просто цены таким образом могут поднять путем снижения добычи. Вы знаете, как это делается, игра на нефти. Аналогично это и спрос на золото всегда есть. Наша компания... То есть неужели получается, что дивиденды в два раза больше, то есть добыча, к примеру, если 1200 цена, там, ну, к примеру, иночная цена, наверняка ваши клиенты, которые у вас покупают золото, они покупают дешевле наверняка, и поэтому выгоды есть, да? И получается 100-120% годового дохода? Я еще раз повторюсь, 120% это при самых негативных, это самый негативный вариант рассматривается. Это минимальная сумма, которую можно заработать. И на самом деле цена золота, она не так сильно колеблется, а у нас очень большая маржа за счет того, что мы сами добытчики. Добытчики и процент содержания по первичной разведке у нас от 6 до 8 грамм на тонну. Ну, кто специалисты поймут, в чем дело, будем так говорить, что рентабельность добычи золота начинается от 3 грамм. А у вас от 6 до 8 грамм на тонну? Мы проводили первичную разведку, у нас от 6 до 8 грамм. Соответственно, при наших показателях это достаточно рентабельно. То есть при тех же затратах мы имеем золото в два раза больше, чтобы было понятнее, чем обычно люди заходят в этом бизнесе. Почему такое? Мы готовились к этому моменту 3 года. Мы искали более удачные участки. Были проверены очень большие территории. И чтобы было понимание, на сегодняшний момент у нас территория 150 квадратных километров составляет. Уходится это в районе Китве. Это так называемый район Хопа-Белт, медный поезд. Как вы знаете, что медь и золото, это братья, которые геологи знают, в одном месте, если есть медь, всегда будет золото или наоборот. Поэтому мы выбрали удачный участок. Считаю это большим достижением. Мы хоть и 3 года потратили, но нашли участок, на котором наши затраты будут меньше. И плюс, по первичным оценкам, запасы этого участка при добыче миллион долларов в месяц будут составлять на 28 лет. То есть, если на миллион долларов в месяц вы будете добывать золото, то 28 лет мы их добывать. А на сколько планируете добывать в месяц? Все зависит от объема. Естественно, можно поставить фабрику за 50 миллионов долларов, можно поставить фабрику за 1,5 миллиона долларов. Ну вот первичное, которое вы можете собрать за 5 миллионов. Первичное мы рассчитываем на 1 миллион 200 долларов. В месяц. А, в месяц. 1 миллион 200 долларов в месяц. Вы знаете, если расчет на миллион долларов в месяц, в 28 лет можно добывать золото, это вам столько золота? Да. Вы еще говорили, что там есть медь. Медь – это второе направление нашего проекта, это добыча медного концентрата. Как вы знаете, мед используется. То есть это этот же завод, который за 5 миллионов, а это уже другие будут? Это в этот же завод, просто методом флотации отделяется, делается медный концентрат. То есть вы сразу будете и золото, и медь? Да, и золото, и медь, да. Медный концентрат используется предприятиями-изготовителями меди. То есть это сырье, необходимое для изготовления меди. Как вы знаете, медь используется в виде в электронике повсеместно. Это металл, который пользуется спросом. Проводка, да. Да, проводка и так далее. На сегодняшний момент мы проводили переговоры с компаниями-закупщиками. Есть такая компания «Пума». Это не только спортивные товары, это еще и южно-африканская компания, которая занимается закупом и изготовлением меди. Очень серьезная компания. Компания готова заключить нам и контракт, выкупать все, что мы добудем. То есть весь концентрат. Медный, да? На пять лет контракт. Медный? Медный концентрат, да. То есть фактически инвесторы, которые сегодня будут вкладывать деньги в этот завод, строительство этого завода, в этой фабрики, скажем так, да, есть гарантированные покупатели, гарантированный сбыт. То есть фактически риски отсутствуют? Риски отсутствуют полностью. То есть проект проверенный со всех сторон. Даже крупные инвесторы, которые хотели зайти в наш проект, почему, ну, то есть мы пошли на старт, не было, да, нужной суммы. У нас были предложения от крупного инвестора. Но, сами понимаете, если крупный инвестор, грубо говоря, один человек зашел, он и хочет, естественно, полностью управлять этим бизнесом. Мы хотим работать сообща, ну и прежде всего дать возможность заработать людям, которые только становятся на этот путь. То есть развивать инвестирование среди русскоязычного населения, то есть в регионах, где не очень это еще... Почему я и обратился к вам? Потому что вы куете кадры. Это так, это действительно правда. Мы куем кадры, и огромное количество и брокерских компаний к нам обращаются, и другие, да, поэтому интересный вообще проект. Хорошо, еще тогда такой вопрос. Вы как бы хотите привлекать деньги через какие-то краудинвестинговые платформы, либо у вас будет собственный сайт, собственный личный кабинет, напрямую в компанию без всяких посредников, без всяких платформ? Мы работаем без посредников, без платформ, напрямую, и поэтому, во-первых, есть риски очень много наших так называемых псевдо-инвестиковых платформ, которые собирают деньги, а до конечного потребителя они не доходят. Чтобы убрать эти риски, мы не хотим размещаться на платформах, и организовали свой сайт с личным кабинетом, то есть человек зарегистрировавшийся внес деньги, получил документы и стал владельцем акций. То есть в личном кабинете он заплатил деньги, и сразу же ему выписаны акции вот этой гонконгской компании, да? Интересная процедура, конечно. То есть это сразу все мгновенно будет прохладить в личном кабинете, да? Или она будет ждать какое-то время по карате? Ну, чтобы их лично в руки получить, естественно, нужно будет ждать. То есть сертификаты можно будет отправлять, акции по почте, да? Да, да, да. Это по заказу можно будет оформить. Ну, интересное такое предложение. Инвестиция от 100 долларов, конечно же, это будет очень-очень хорошее такое предложение инвестиционное. И еще тогда вот ряд вопросов для того, чтобы, для уточнения. Значит, правильно я понимаю, что сумма необходимая для реализации, скажем, проекта, то бишь построить фабрику, необходимо 5 миллионов долларов. Желательно их собрать за год, и тогда, если за полгода соберутся эти деньги... Замечательно, быстрее начнем заработать. Быстрее, то есть вот если вы собрали деньги, через сколько времени идет вот эксплуатацию? Это же нужно заказать какие-то оборудования, чтобы... Это все в процессе будет. Ну, фабрика, доставка, сборка, это занимает 4 месяца. 4 месяца, это одноможня. Ну, грубо говоря, все равно там полгода, в год где-то вот так вот еще. Плюс подготовить нужно площадку, построить жилье для работников, так как это достаточно удалено от города. А если акционер после запуска проекта, предположим, захочет продать акции, где он это сможет сделать? Без проблем. Мы можем как предложить выкупить, компания может выкупить. И также между участниками будет такая возможность продавать свой дом. Когда кто-то захочет купить, можно будет продать. А планируете ли выход на фондовый рынок? Планируем. Для этого есть это в планах, разработанная концепция. Для этого, опять же, необходимо нанимать аккредитованную компанию, которая проводит обследование нашего участка. То есть, чтобы было понимание, мы провели разведку всего лишь на 15 метров. Мы поглубились. Что на 100 метров, то есть, может быть, там еще такие залежи будут. Соответственно, компании, которые аккредитованы для выхода на биржу, они проводят более глубокую разведку, до 150 метров, и оценивают полностью весь потенциал. И планы такие есть. И после выхода на IPO, естественно, акции в разу увеличатся. Хорошо. И когда, предположительно, вы собираетесь запуститься, то есть, сразу, как появится сайт, сразу будет запуск, или будет какая-то промоутерская акция, тот, кто хочет поучаствовать, оставить свои какие-то координаты, им потом сообщиться, или как это будет? Ну, будет предварительная оценка. Будет предварительная оценка. Я объясню, почему и для чего это делается. Те люди, которые зайдут на старте, будет предложено 50-процентный дискаунт. То есть, соответственно, человек, вложивший 100 долларов, получит более на 200 долларов. И, естественно, это предложение будет ограничено как по срокам, так и по средствам. И тоже от 100 долларов там инвестиции будет? От 100 долларов, но будет ограничен потолок. То есть, до 5 тысяч долларов. Не более 5 тысяч долларов. Почему сделано именно таким раз? Ну, не хочется, чтобы так называемые люди, которые имеют возможность, скупили подешевле большое количество акций. Хочется дать возможность всем заработать. На этом первом этапе. И цена, естественно, то есть долей. Этот период будет не очень большой. Я так думаю, в районе 3 месяцев всего лишь. И ограничен будет участием до 5 тысяч. Понятно. А потом, может быть, дискаунтов уже не будет? И будет... Дискаунт будет сохраняться. Естественно, все зависит от этапа финансирования. Понятно, что на момент, когда уже будет готова фабрика и буквально предзапуски, наоборот, будет еще повышаться стоимость. Семь из акций уже будет больше номинальной полоски. Ну, интересное предложение. Достаточно интересное. Первый раз слышу такое предложение. Много кто по золоту предлагает. Но такие вещи, конечно, очень интересные. Если вы помните, дорогие друзья, наши слушатели Академии Частного Инвестра, я говорил, что когда меня спрашивали об инвестициях, что нужно инвестировать именно непосредственно прямые инвестиции те, кто добывает золото, кто продает золото. По крайней мере, в золотодобывающей компании. Вот есть такой шанс сегодня и я рад этому знакомству. И хочу сказать, что интересное предложение, где я тоже поучаствую с большим удовольствием, потому что иметь еще и в этом сегменте рынка это достаточно очень интересно. Ну и вопрос тогда для тех людей, которые вас будут продвигать где-то. Какие для них возможности и смогут ли, скажем, они на свои доходы приобретать, которые заработали у вас, приобретать акции вашей компании? Мы рассматриваем этот вопрос. Будет, то есть, то реферальное вознабреждение, которое получил участник при продвижении продажи наших акций, он сможет и имеет полное право на эти деньги приобрести, также принять участие и получить долю в проекте. Ну, это все будет по желанию. Если так же будет действовать вывод средств, может быть, раз в неделю, пожалуйста, будет вывод средств, если человек не хочет, а вкладывать дальше, развивать свой портфель, увеличивать без проблем, это тоже возможно. Вот мне часто задают вопрос инвесторы, очень часто, что Андрей говорит, вот есть ли компании, которые, вот я привлекаю сюда инвестиции, и есть ли такие компании, которые могли бы еще, так как у вас, по-другому, акробу инвестинг, там будет реферальное вознаграждение, что когда их клиенты потом начинают получать дивиденды, чтобы они получали какие-то комиссионные дивиденды своих клиентов. Вот рассматривается ли у вас такой вариант, и возможно, раз вы сами произведите или такая высокая доходность, то рассматриваются ли такие варианты. Вариант этот рассматривается, но, естественно, он будет доступен для людей, для крупных игроков, будем так говорить, для тех, кто привлек достаточно с определенного какое-то количество денег. То есть не 100 долларов привлек, а там, допустим, тысячи, десятки, сотни тысяч. Потому что вы же понимаете, одно дело в распределителе реферальное разово, а другое дело постоянно при перечислении дивидендов, это маленькие суммы, если будут комиссии, и так далее, просто можно этот бизнес съесть. Хорошо, еще тогда вопрос, я так понимаю, если у вас там, вы сказали, сколько 150 квадратных километров, 150 квадратных километров. И если получается, что выгода будет действительно такой очевидной, то выстроится, наверняка, в каждую очередь к вам на разработку дальнейших, будут ли, ну скажем, объем потребления золота и серебря, или меди, он каким-то образом может быть ограничен? К примеру, вы добыли, предположим, на 2 миллиона в месяц, а у вас покупают всего лишь там на миллион в месяц. То есть получается... Нет, такого не может быть из-за того, что, во-первых, страна, правительство республики Замбия, они готовы выкупать с 7% дискаунтом ниже рынка, ниже рыночной цены, минус 7%. А вы можете дать... Мы можем себе это позволить, они готовы выкупать у нас полностью все, что он добывает. А также мы можем... у нас мы провели оценки реализации в Арабских Эмиратах. Вы знаете, что банки там работают с металлическими счетами, которые тоже готовы... Есть обезличенные металлические счета, есть металлические счета наличные, то есть реальное золото. Реальное золото, металлические счета, да. Варни готовы... Можно вкладывать туда на счета, а снимать просто в любой валюте с оплатив валютными. То есть металлические, мультивалютные счета. И таким образом это реализовывать. Да. Очень интересно, очень скажу. И, дорогие друзья, я считаю, что... Действительно, золотая жила. Я считаю, что есть момент вот в этой компании, конечно, золотая жила. Тогда, что я хочу пожелать, что ждем тогда вашего сайта, ждем ваших предложений. И, может быть, мы вас пригласили, если вы не против, соберем вебинар. Все, кто заинтересованы, чтобы вы ответили на все вопросы. Скажу, вопросы у меня подготовлены, как вы сказали, кадры. Они могут самые колкие вопросы вам задавать. Без проблем. Я готов ответить на те вопросы, в которых я компетентен, я всегда готов открыть. Открыть к общению. Есть еще такие моменты, как, естественно, дальнейшая деятельность нашей компании. Немножко хотел уточнить, после того, как человек станет инвестором нашим, у нас будут закрытые, то есть много информации мы не можем дать публично, но будут закрытые конференции, на которых мы можем рассказывать, вести отчет. То есть уже для инвесторов? Для инвесторов мы будем вести отчет, а также планировать нашу деятельность, доходность, ну это уже после запуска добычи. То есть отчетность у вас ежемесячная будет? В процессе, у нас в процессе будет отчетность ежемесячно, также будут новости. То есть на все деньги, которые получены, куда потрачены, вы покажете, куда потрачены? Да, естественно, полностью все. Но это будет только среди участников. Такая информация достаточно. Ну понятно, понятно, для основного дела. Ну, у меня вопросов больше нет, может быть у вас есть какие-то пожелания к слушателям Академии? Можете высказать? Ну, дорогие слушатели, я желаю вам хороших инвестиций, благоприятных, чтобы они приносили доход, поменьше рисков. Думайте головой, учитесь, развивайтесь. И надеюсь, что те знания, полученные у вас в Академии, пригодятся вам и вашим детям будет от этого доход и более благоприятная жизнь. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...